Друзья, всем привет! Меня зовут Ксения Назаренко, я выпускница МГПУ и еще куча всяких интересных штук, которые я делаю сейчас. И помимо всего прочего, я занимаюсь тем, что развиваю студентов не только внутри московского городского, но и на территории всей нашей необъятной родины. Это первая сессия. Я надеюсь, что она будет очень интересная и полезная, несмотря на то, что среди выпускников буду только я одна, а со мной сегодня гости, эксперты в сфере HR. Первая сессия посвящена вообще обзорке тому, что происходит сейчас с рынком труда, действительно ли переполнен, вообще есть ли такое понятие, как переполненный рынок, что происходит с профессиями, что происходит с вакантными местами и вообще, что делать, короче говоря, в этом и в следующем году. Я с большим удовольствием хочу перейти к своим спикерам, которые здесь есть сейчас, это Милена и Гарри. Они расскажут про себя подробнее, но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали в процессе и о себе чуть-чуть, прям коротко, и как вообще ощущения к концу года и в предстающем, что будет в 23-м году, как вы смотрите на рынок. Давай, Милена, с тебя начнем. Да, всем привет. Я рекрутный партнер крупной IT-компании. Помимо этого, помогаю разным компаниям, в том числе в Европе, выстраивать HR-процессы. И конец года, ну такой, он неоднозначный. Это был не очень предсказуемый год, наверное, как и несколько последних. И если возвращаться к тому, что ты сказала, как жить, переполненный рынок, я думаю, сейчас с Гарри разгоним эту тему, потому что переполненный рынок для меня, как для представителя рекрутмента, вообще звучит, конечно, как-то очень магически. Типа что-то, чего не бывает. Окей, спасибо. Гарри? Ну что ж, меня зовут Гарри. Я HR-эксперт и руководитель школы развития карьеры. У нас есть такой многопрофильный холдинг, в котором есть международное кадроагентство, есть школа развития карьеры, где мы помогаем людям устраиваться на работу и проходить все этапы от «я не знаю, что я хочу делать» до выхода на работу и прохождения испытательного срока. И третье, мы работаем с разного рода нацпроектами, в кадровой политике. Мы, по сути, по разной стороне немножко баррикад сидим, потому что я понимаю ее, когда она говорит, что на рынке нет нормальных кандидатов, но, с другой стороны, огромное количество молодых специалистов, которые понятия не имеют, что делать. Вот ты в детстве в садик ходила? Да, в садик ходила. Помнишь, была такая игра, где шесть стульчиков и вот восемь детей бегают вокруг стульчиков, Круселька, кто успел. Да. А теперь представь, что сейчас на рынке труда ситуация такая, что тоже шесть стульчиков, восемь детей бегают, три стульчиков уже заняты, эти дети не собираются куда-то вставать и уходить, и при этом за дверью еще двенадцать детей стучатся с вами, мы тоже хотим поиграть. Вот. Ситуация на рынке интересная, при этом классически по факту ничего не изменилось. Все проблемы студентов, которые хотят построить карьеру, делятся на две истории. Первое. Я не знаю, что я хочу. И второе. Я знаю, что я хочу, но я не знаю, как мне пройти все эти этапы. Что мне сделать, чтобы взяли меня, а не сына, мамины, подруги из какого-нибудь... Вот знаешь, как неважно, какой ты крутой, всегда найдется какой-нибудь там типа псевдо-студент вышки или там МГУ, который считается, что лучше тебя. Это на самом деле миф. Вопрос просто вот в технике прохождения собеседований, да, и применения правильных инструментов. Но скажу так, рынок труда претерпевает достаточно интересное время, потому что сейчас ожидается бум вообще малого и среднего предпринимательства. И специалисты, и кадры, которые будут в этом разбираться, управленцы, которые могут помогать проходить путь от нуля до единицы, да, вот с нуля создавать продукты, они будут очень востребованы. Слушайте, во-первых, мне очень импонирует метафора, с которой ты начал с позиции карусели, это прикольно. Я сегодня буду в нескольких ролях, и круто, что ты заметил, что вы с Миленой по разным сторонам брикад, а я на самом деле вообще между вами лавирую, потому что какую-то часть вопросов я буду задавать как выпускница, какую-то часть вопросов буду задавать как предприниматель, какую-то часть вопросов буду задавать как руководитель агентства коммуникационного. И вот первое, с чего я хочу начать, я столкнулась в этом году как руководитель, что мне нужно набрать новую команду с довольно высокой квалификацией. Я поняла, что вокруг адский кадровый голод. Извините, я не уйднулась? Да, голод. Я правда поняла, что на самом деле подобрать человека, который обладал бы на самом деле достойным уровнем каких-то компетенций, знаний, навыков, умений довольно сложно. И на самом деле глобальная проблема, которую я заметила среди вообще довольно большого количества кандидатов, которые я отсматривала в этом году, стоит в том, что один из навыков, который прям западает, это коммуникационный навык. То есть просто уметь нормально говорить с людьми, выстраивать какие-то нормальные хорошие коммуникации. Не умеет? Люди, сложно, дается это. Вопрос вот в чем. Заметили ли вы кадровый голод вообще как бы как тенденцию? И что из проблем вы вообще сейчас выделяете? То есть я хочу вот этот первый вопрос обсудить с позиции каких-то глобальных векторов. Действительно ли есть такая проблематика? И как вы думаете, в этом году она стала острее, не острее? В общем, что вы думаете? Я ворвусь, потому что Пакагаре говорил про то, что он понимает мою проблему, про то, что не хватает кандидатов. Я вот прям искренне держалась. Слушайте, нет такой проблемы. Нет того, что не хватает кандидатов. У нас есть открытые данные. Ну, давайте так, на моей стороне баррикады. Этой проблемы нет. С точки зрения рынка труда в целом, тенденция, это открытые данные. У нас есть Росстат, который собирает аналитику. Есть Headhunter, к которому по-разному относятся, но тем не менее у него большая база, из которой собирается аналитика. И рынок труда сейчас выглядит следующим образом. Многие специалисты в сфере HR, я уверена, что Гарри тоже, знают историю про демографический кризис, к которому мы все в HR много лет готовились. И по чуть-чуть мы начали в него проваливаться. С чем это связано? С тем, что как раз молодых специалистов было, ну и остается, собственно говоря, меньше, чем требуется условно. Потому что был низкий уровень рождаемости в 90-е годы, и мы по чуть-чуть начали падать в эту демографическую яму. Что случилось в этом году? Да, произошли некие изменения. Есть компании, которые покинули нашу страну. Есть действительно много малого и среднего бизнеса, который очень активно пытается наверстать то, что мы где-то упустили местами. Но общая тенденция, она такова, что если прошлый год мы закрывали, условно, если там две линии прочертить, то вот так было среднее количество вакансий без разбивки на сферы. Вот так было кандидатов. Дальше произошел некий спад по количеству вакансий, но рынок кандидатов в целом не изменился. Поэтому мы по-прежнему идем с неким разрывом. И вот тот кризис демографический, о котором все HR долгое время кричали, он на самом деле сейчас послужил неким таким отчасти амортизатором ситуации. То есть как будто бы много людей нет, но много и не надо. Поэтому общая тенденция, которая подтверждается цифрами, что все равно большая часть сфер, они сейчас находятся в ситуации, когда рынок труда — это рынок кандидата. Другой вопрос — это, конечно, как этих кандидатов подбирать, как людям себя вести на собеседовании. И западающая история с коммуникацией, она действительно есть во многих сферах. Есть еще одна штука, которая как раз про бизнес. Гарри только что говорил про то, что нужна будет такая сильная опора для малого и среднего бизнеса, чтобы эти бизнесы быстро развивались. И это скорее про нечто такое счетное, то есть про цифры. Все, что я должен делать внутри компании, даже если бизнес мой, я должен любое действие перекладывать в цифры. И с вот этим действительно работать сложно. Не у всех есть этот навык. Да, то есть буквально два таких навыка, которых можно, два умения, которых можно развить, и тогда ты будешь вообще просто вау. И без этого возьмут, типа точно, сто процентов. Тогда вот эту вторую историю я бы, на самом деле, расширила, потому что я столкнулась в этом году еще вот с какой проблематикой, что мы очень много чего делаем в процессах, и редко переводим это в результат. Ну, давай так, редко заземляем результат. Либо в цифры, либо в какой-то визуальный продукт, либо в какую-то понятную ощутимую штуку, которую можно потом еще дальше тиражировать и куда-то транслировать. Окей, Гарри, что из проблем увидел ты? И с чем столкнулся в этом году, вот с этой позиции? Слушай, ну, явно каких проблем нет. Да, прям вот, чтобы мы кричали, кризисе ужасно. Отчасти соглашусь с Миленой, отчасти скажу, что не все так однозначно. Если мы говорим про рынок IT, да, безусловно, это рынок кандидата, и это кандидаты, которые даже умудрились релацироваться и все равно продолжают требовать свои условия. Но если мы вот выйдем за территорию Москвы и сделаем пару сотен километров на машине, то мы поймем, что открывается производство предприятий, и им негде нанять простых специалистов в виде там швеи, закройщика, плотника. О, это ты про синих воротничков. Конечно, синих воротничков. У нас не все же белые, да, не все же пойдут там офисными менеджерами. Кто-то может пойти и в другое направление. Что касается того, почему у тебя не получается, ты говоришь, вот рынок кандидата там, нет кандидатов, да, вот Милена говорит, есть. Скажу тебе так, например, большие корпорации могут себе позволить покупать доступы на популярных джобордах практически за миллион рублей. Вот представь, что ты малый и средний бизнес, ты хочешь подобрать человека, ты должна пойти на популярный джоборд, заплатить 980 тысяч рублей, и после этого ты получишь просто базу без контактов. Если хочешь открыть, заплатить денег, открывай. А по-хорошему ты же предприниматель, тебе нужно еще и нанять человека, кто будет вести этот отбор. И ты понимаешь, что будучи малым и средним бизнесом, ты не успеваешь, как бы, ты не можешь вот таким популярным джобордом пользоваться. Ладно, мало того, ты только запускаешь свой бизнес, и ты хочешь привлечь сотрудников. А оказывается-то, что твои конкуренты, большие корпорации начинают переманивать этих людей, начинают сеять в них зерна лояльности еще со студенческой скамьи. Когда проводят акселерационные программы, дни открытых дверей, ярмарки, вакансий, все это стоит денег. Они щедро стратят на это деньги, чтобы со студенческой скамьи взращивать себе кадровый резерв. И когда ты, как молодой, средний предприниматель, выходишь на рынок, не имея таких ресурсов, как они, ты удивляешься, а почему самых классных расхватали, а вот где найти этих талантов? А тебе же надо как-то конкурировать с гигантами. Тебе так, себе специалисты не нужны. Это вот если коротко отвечаю на этот вопрос. Что происходит? Безусловно, там демографическая яма была, но мы должны понимать, что вот несколько шоков, которые вообще испытал рынок труда, они в первую очередь связаны с пандемией, что вакансии начали закрываться, большое количество компаний стало на фриз, просто перестало нанимать людей. Но при этом открылись другие возможности. То есть раньше, когда ты жил в регионе, у тебя не было возможности получить классную работу, например, в центре, в Москве, в Питере, в городах-миллионниках. Сейчас это открытая книга. Более того, наверное, ты слышал, есть там нацпроект «Демография», в котором есть проект по содействию занятости. Ты живешь в регионе, ты там, не знаю, молодой, от 18 до 35, приходи бесплатно обучись профессии. Бесплатно. Прям вот, знаешь, это не кредит в каком-нибудь банке, нет каких-то сшитых платежей. Просто бесплатно обучаешься профессии, и все, что тебе потом нужно сделать, либо стать типэшником, либо самозанятым, либо найти работу. И у них даже есть свой центр карьеры, который поможет тебе найти работу. Поверьте, людям, молодым ребятам, которые сейчас ищут работу и строят карьеру сейчас, невероятно легко. Это правда. Ты в каком году окончила универ? Первую вышку здесь, вот прямо в Институте гуманитарных наук, я закончила в 2012 году, а вторую в 2013. И, ну вот, сейчас важная тезиса, которой мне хочется цепануться с точки зрения метафор, раз у нас сегодня такая прошла вечеринка, мне сейчас напоминает эту историю с маршруткой. Знаете, вот эта бойня между тем, кому душно и кому дует. И вот то же самое, мне кажется, происходит с рынком труда, с искателями и работодателями. То есть мы как бы как будто бы не можем найти друг друга. И мне кажется, что это такой глобальный системный вопрос, потому что с точки зрения каких-то программ, проектов и национальных проектов, в том числе, делается на самом деле очень много. Мы с тобой были на конференции не так давно в Питере, где рассуждали, в том числе, с точки зрения департамента занятости, как вообще ребята, коллеги наши проводят какие-то работы, и что делать для молодых соискателей в первую очередь. И тут возникает вопрос, неужели проблема в информированности или в доходимости, ну то есть где тот фактор, наверное, влияния на конверсию, который так сильно бьет и по моему вниманию, где вообще люди, где кадры потерялись, и с точки зрения системности. То есть правильно я тебя услышала, что те работодатели, кто системно, например, отрабатывается вузами, те молодцы, красавчики, у них есть кадровый резерв. Не только с вузами, с многими каналами, то есть есть много каналов привлечения талантов, и не всегда мы говорим про молодых специалистов, иногда они диверсифицируют процесс подбора, кто-то придумывает какие-то акселерационные программы, кто-то идет в условный ченндж, нужно организовать конкурсы, чтобы делать лидогенерацию, кто-то идет в вузы, а кто-то запускает свой какой-то грантовый конкурс, а кто-то вообще и вовсе идет и обращается в кадровое агентство, чтобы наняли этих людей. То есть у некоторых компаний есть ресурсы, начинающему предпринимателю нужно быть семи руким, восьми руким и успевать делать все. При этом мы прекрасно понимаем, что не бизнес-процесс тащит бизнес, не какая-то финмодель, которая идеально выстроена, а люди. И компания готова и может расширяться ровно с той скоростью, с которой она готова принимать и удерживать этих людей. Поэтому мы давай выберем, с какой стороны играем, со стороны работодателя или соискателя? Мне кажется, соискателя, потому что ребята, которые нас смотрят, они в любом случае в большинстве своем представляют соискателей, тех, кто либо ищет работу, либо находится в поиске, либо понимает, что вот сейчас будет диплом, а есть ли жизнь вообще после диплома, не очень ясно. На самом деле жизнь должна начаться до диплома. То есть хорошее построение карьеры должно выглядеть примерно следующим образом. Ты поступил в универ, ты вот первый курс выжил, прошел первую сессию, прошел вторую сессию, и вот начиная со второго курса, ты уже активно должен ходить на всякие ярмарки, вакансии, познакомиться со своим центром карьеры, походить на дни открытых дверей. Есть две вещи, которые позволяют тебе правильно сделать выбор. Первое – это осознанность, когда ты понимаешь, что ты хочешь. И второе – насмотренность, когда ты посмотрел на разное количество компаний и точно понимаешь, что ты хочешь. И поверь мне, я был работодателем, я являюсь работодателем, я понимаю, насколько это сильная боль, когда к тебе приходит кандидат, который не до конца сам понимает, что хочет. Мало того, что он сам придет и теряет твое время и свое время. Худшее, что может произойти, ты на него потратишь деньги, ресурсы, а будь чего, он через 4 месяца, вот только-только, когда ты в него вложился, приходит и говорит, слушай, я понял, что это не мое, я не хочу. Поэтому я советую всем студентам со второго курса ходить на все эти мероприятия, смотреть, участвовать в разном роде программах, слушать экспертов, набираться на смотрности, чтобы понимать, что ты хочешь. К тому же на втором курсе ничто не мешает тебе пойти на стажировку. Да, это тяжело, потому что предпочитают обычно третий, четвертый курс, но можно попытаться пойти на стажировку на втором курсе, на третьем, на четвертом, заниматься общественной деятельностью. А теперь представь себе, есть там дочь маминой подруги, которая закончила с красным дипломом, а есть ты, у которого за плечами три стажировки, опыт общественной деятельности, наработанные контакты, он на Е3-армарке в Акаде попылесосил все контакты HR. Каковы его вероятности? У нее нет вероятности, его уже после окончания вуза ждут. Скорее всего. Я соглашусь, один из моих первых опытов вообще приема людей на работу к себе состоял в эксперименте. Я так поделюсь коротко, я набрала себе 10 человек, 5 из которых были с красными дипломами, ну, либо, соответственно, там с максимально высокими баллами. И 5 человек с синими дипломами, включая тройки, но при этом у них была какая-то наработка, в том числе и задокументированная, заземленная, опыт общественной деятельности. Что я увидела? Что ребята, которые закончили с красным дипломом, далеко не всегда умеют какие-то элементарные базовые вещи из серии, там, не знаю, час собирать, чтобы сделать звонок минутный, либо, там, не знаю, чтобы воспользоваться принтером, это прям целая история. Вот. И при этом ребята, которые имеют опыт общественной деятельности, либо какой-то добровольческой, в общем, любой, да, внеучебной, скажем так, гораздо быстрее ориентируются в процессе, гораздо быстрее принимают какие-то решения, гораздо более адаптивны, не стесняются задать вопрос, и еще много очень маленьких, но очень важных вещей, которые существенно дают им, ну, прям, такое, сильное конкурентное преимущество. Мне кажется, что эта тенденция сохраняется и сейчас, на самом-то деле, что люди, которые ручками что-то делали, они значительно конкурентоспособнее, чем те, кто просидели на студенческой скамье просто все это время. Конечно. Но при этом у меня вопрос, как вы считаете, потому что, правильно же я понимаю, что все равно нельзя ни в коем случае обесценивать в целом высшее образование, то есть оно не может быть, там, бесполезным, оно точно совершенно важное, нужное. Вопрос в том, что оно, скорее всего, должно существовать не в отрыве от внеучебной какой-то деятельности. То есть мне кажется, что у студента должна быть возможность что-то делать, помимо того, что он учится. Да, и важно еще все, что ты получаешь в теории, как-то пытаться отработать на практике, потому что это же у большинства людей приходит осознание, ну, вот у нас оно, да, наверное, тоже приходило уже позже, когда ты не понимаешь, в чем суть вот этого стресса, там, защиты курсовой, я не знаю, защиты диплома, когда это, ну, непонятное выступление, а потом ты в первый раз, например, идешь, там, я не знаю, защищать бюджет, уже будучи сотрудником какой-то компании, или ты идешь защищать какие-то результаты, защищать проект, и ты вот прям понимаешь, что это, ну, аналогичный процесс, и что у тебя была возможность потренироваться именно тогда, а здесь сейчас все, надо уже выдавать готовый результат. Поэтому в целом крутой, крутой навык, крутая способность, все, что ты получаешь в процессе учебы, пытаться трансформировать в некий опыт, который пригодится тебе в будущей деятельности. То есть представить, а как вот это вот может мне помочь на работе. И по поводу стажировок, да, конечно, вот по поводу насмотренности, я с Гарри согласна, но насмотренности недостаточно, если ты просто, ну, ходил что-то слушал, надо поделать руками. Потому что я, конечно, придерживаюсь такого мнения, что, ну, сложно определиться, там, в 16-17 лет, когда ты поступаешь в учебное заведение, определиться, кем ты хочешь быть, вот сейчас, раз и на всю жизнь. Мне кажется, так жестоко, если честно. Да, 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 да. И в целом же тенденция, она другая. У нас крайне низок процент тех, и это, кстати, не только нашей страны, кто работает по специальности. Ну, это как раз связано с тем, что ты вот пошел куда-то интуитивно, принял какой-то выбор, потом уже в процессе этот выбор отвалился, ты понял, что это вообще не твое, и дальше вот ты остаешься действительно с непониманием, а что мне делать, а чего я хочу. Но здесь мы, конечно, решили принять точку зрения соискателя, да, но есть еще все-таки небольшая доля, вот, вы как предприниматели, да, и работодатели поделились своим опытом. Я вот всегда настаиваю, когда общаюсь с заказчиками в компании, что человек, который не определился, но соответствует портрету, он способен выполнять задачи бизнеса, на которые мы его берем, и которому интересное предложение, потому что ему недостаточно насмотренность, это отличный кандидат. Дальше уже вопрос к тебе, руководитель, предприниматель, кем бы ты ни был. Ты можешь влюбить человека в это дело, в эту специальность, в эту профессию, и он больше ничего не захочет. А вот если ты ожидаешь, что будут все приходить в полной уверенности, что вот там, не знаю, я юрист, я буду всю жизнь юристом, я хочу, потому что, ну, тогда можно очень долго сидеть и ждать в море погоды, тогда действительно будет крайне сложно подобрать человека, поэтому нужно, ну, на каждую ситуацию можно посмотреть с разных сторон. Человек, который не определился и находится в поисках себя, это классный человек, потому что ты можешь, ну, немножко подтолкнуть его в сторону выбора, который тебе тоже интересен. Это некая глина, короче, какой-то мягкий материал, с которым ты можешь лепить все что угодно. Слушай, мне очень понравился тезис касательно того, что любой опыт, полученный в процессе учебной деятельности, переводить в своей голове мысленно во что-то бизнесовое, это прикольно, мне кажется. Но вот у меня вопрос, кстати говоря, что вы закончили, ну, какую специализацию, вообще как-то имеет ли это отношение к текущей деятельности, вашей специальности, если она была одна, неважно сколько это было. Вот. И вообще, о чем вы думали, когда учились? Думали ли вы о том, кем вы станете сейчас, когда вырастете? Давай, Гарри, пропущу. Я тут уже просто так много говорила. на самом деле, у меня выбор был достаточно осознанный, неправильный, но осознанный. Я в 16 лет досрочно закончил школу и поступил в МГУ. То есть, когда моим сверстником было по 17 лет, мне было 16. Я учился на экономическом факультете, отучился там 4 года. За это время, кем только не поработал, вся общественная деятельность, студенческий совет, даже успел свой журнал завести, в котором 55 человек работало на меня, получить грант от ректора МГУ. В 20 лет я работал на инвестиционном банке. С точки зрения осознанности карьера, я сделал все правильно. Другое дело, что практика инвестбанка показала, и это были такие года, когда уже кризис отгремели, это показало, что выбор был немерный. Но со временем это позволило мне быстро адаптироваться, сделать вираж карьере. И тот бэкграунд, который я получил в ВУЗе, помог мне сделать шаг вперед. Когда ты приходишь на собеседование и говоришь, что я выпускник МГУ, тебе даже тепло мне открывают, вопросы особо не сдают. Идешь по минималке. Но я на этом не остановился и решил получить со временем второе высшее образование. Пошел в Академию МИДа учиться на дипломатах. Очень интересный, необычный опыт с точки зрения техники переговоров, протокола, этикета. Очень классная штука. На встречах не так стыдно сидеть за беседой с какими-то умными дяденьками и тетеньками. Даже если они говорят по-шведски, а ты по этой шведски не понимаешь, ты просто умеешь себя правильно преподнести и подать. Помогло ли мне высшее образование? Да. Потому что высшее образование дает несколько очень простых вещей. Первое – это доступ к преподавателям и возможность задать правильные вопросы. Второе – это релевантный список литературы, которые они пропустили через себя и дают тебе получить. И ты знаешь, вуз похож на, знаешь, такое, как этот, как шведский стол. Ты получишь вовно столько, сколько захочешь оттуда забрать. Хочешь, будешь дотошно, вот прям, знаешь, приклеишься к преподавателю и будешь каждый день его грузить своими вопросами. И ты выживешь максимум. Нет, ты можешь, ну, от сессии до сессии периодически как-то там на троечках выплывать и получать свой результат. Я, например, первые три года этого не осознавал. Только в третьем, на третьем году обучения сел плотно за обучение и, поверь, за полгода понял, что надо. Это первое. Что касается, вот, что еще? Второе, это твоя телефонная книжка и вот список твоих связей. Потому что, личный пример, да, мы же тут заземляем эту историю. У меня сейчас товарищи работают либо в больших корпорациях, либо в министерствах. То есть это был такой достаточно хороший набор концентрированный, классных людей и отбор был достаточно сильный, которые попали потом в крутые места. Кто-то там в аппарате мэр работает, кто-то в Газпроме работает. Кто-то в силовых структурах работает. Все, все разбились в разных местах, хотя профиль экономика. Вот. Что интересно, из интересного, да, еще ВУЗ это классная площадка для того, чтобы реализовать свои инициативы. Если ты, у тебя есть внутри мышление предпринимателя, не все наемные сотрудники, это просто надо признать. Для тех, кто является таким предпринимателем, думает, ну, это все фигня какая-то, зачем мне ВУЗ? Поверь мне, ВУЗ это площадка, где ты можешь потестить свою гипотезу, найти единомышленников, собрать команду с самого начала. Это реально очень круто. И последнее, если это там не какой-то зашкварный бренд, да, то твой ВУЗ еще дает тебе имидж. Имидж, который продает тебя на рынке труда. Чем, ну, чем солиднее, круче ВУЗ, тем, соответственно, проще тебе открывать те или иные двери. Ну, и последнее, это какое-то, знаешь, такое общее комьюнити, когда вы приходите, говорите, слушай, я тоже московский городской окончил, вы такие, бро, да ты свой. Вот. Этого, к сожалению, никаким доп. образованием со стороны, никакими там курсами у блогера не купишь. Ничего не имею против курса, да, курсу рознь. Хотя я понимаю, что сейчас ВУЗы активно догоняют, то есть появилась такая практика ДПО. И, не понимаешь, я сам читаю лекции по карьере вот в ДПО, в качестве дополнительного профессионального образования, у меня такого не было. У меня в ВУЗе такого не было. Вот все лохватые годы, когда я заканчивал, даже центра карьеры не было. Это возвращаясь к тому, что почему сейчас легко. Я, кстати, не помню, когда в московском городском, к сожалению, появился центр карьеры, но я точно знаю, что мы вообще, наш курс не интересовался этим. Ну, то есть мы вообще этим не занимались. У нас были стажировки, у нас точно были какие-то практики. Я супер благодарна, на самом деле, своей кафедре за то, что какая практика была организована, она была очень разноплановая. Мы проходили практику по первой специализации, это связь с общественностью, пиар. Мы проходили и в политических партиях, и в рекламных агентствах. То есть мы везде могли что-то попробовать. И это очень круто, что ты, правда, можешь попробовать потестить гипотезу и понять, где вообще ты можешь преломиться дальше. И вообще, что ты хочешь дальше делать. И либо сформировать суперценности, суперинтерес к той специальности, которую ты изучаешь, либо, соответственно, его потерять. Я в какой-то момент на третьем курсе подумала, что как бы, ну, похоже, все, похоже, хватит. И вот тут важно, что, может быть, тоже потом к этому вернемся, я не стала забирать документы и переводиться куда-то. Я подумала о том, что, окей, я это закончу, лишним-то оно все равно не будет, пусть это сформирует дополнительную выборку какую-то знанию, или, там, не знаю, аналитическую, или критическую, какую-то выборку. И параллельно начала получать вторую вышку. И уже пошла на педагогику, на учитель английского языка, и подумала, что в целом пиар и английский, они все равно безотрывны, и точно совершенно какую-то пользу из этого получу. Вот. И круто, что вот ДПО тогда уже, ну, развивалось потихонечку вот к тому моменту к второй вышке, но смысл в том, что, несмотря на то, что я абсолютно, честно говоря, не обладала никакими знаниями, что есть внутри университета, и сильно не прикладывала к этому усилий. Но даже какие-то минимально печатные там продукты и серии на доске где-нибудь в коридоре, там, типа, вот у нас какие-то курсы, вот у нас там какая-то активность, что-то еще есть, они сильно спасают, потому что ты таким образом получаешь еще больше по принципу шведского стола. Ты там можешь и вышку получить, и здесь поучаствовать, и туда сходить, и здесь увидеть, тут с кем-то поговорить и так далее. И по поводу комьюнити-сообщества целиком согласна. И мне кажется, вообще самая большая ценность выпускников это обмен способностей. Ну, когда ты можешь из одного какого-то сообщества сформировать еще кучу сообществ. Ну, то есть мы же с вами ничего вместе не заканчивали, но тем не менее у нас есть какая-то тоже общая история, да, и я спокойно могу, и вы мне спокойно можете в любой момент позвонить, и мы можем решить какие-то вопросы очень обоюдно. Мне кажется, это очень круто. Что у тебя вообще было в прошлом? Я вообще очень сильно от вас отличаюсь. Я представитель максимально осознанных детей, которые решили не делать выбор ради выбора. Вот, поэтому если Гарри может сказать, что вот диплом МГУ и тебе лишних вопросов не задают, вот, то я хочу немножко повыступать за другую сторону, потому что да, действительно, если диплом МГУ, ну, есть вероятность, что тебя ровно по этому критерию прям найдут самостоятельно, что-то тебе предложат, но даже если у тебя его нету, даже если ты закончил не самый приятный вуз, а может быть, ты его даже еще не закончил, твоя карьера зависит только от тебя. Вот, я карьеру строила так, я решила, я сдавала некий набор классов в школе экстренатом, поэтому я очень рано закончила школу в 14 лет, вот, и... Что с вами не так с обоими причем? Так бывает, смотри, какой круг ты себе формируешь. Так вот, и я решила, что я не буду выбирать просто так, я хочу вот сейчас просто на что-то отучиться, чтобы оно мне приносило денег. В моей семье, где у всех там по три высших образования, красный диплом и вот это золотые медали, в какой-то момент прям был бунт, у меня мама честно отбивалась очень сильно, долго, вот это последние там несколько лет она уже не отбивается, и все говорят, да, ну мы знали. Но, короче, я пошла просто в колледж, потому что там надо было меньше учиться, и я просто выбрала какую-то несуществующую профессию, меня мама предупреждала, ну, конечно же, я не слушала, я была самостоятельна. что это за несуществующая профессия? Ну, я точно знала, что я вот все-таки какая-то счетная, что я про бизнес, я примерно представляла, как будет выглядеть моя работа и, видимо, себе ее визуализировала. Я представляла себе это так, что, значит, я, ну, очевидно работаю не на себя, я вот из тех людей, которые точно созданы только для работы в найме, я себе представляла, что, значит, у меня есть кабинет, вот это компьютер, вот это я, я какой-то важный человек, моя работа, много говорить, и вот я хожу по офису в юбке-карандаш на каблуках, вот, это единственное, что не сбылось, да, просто свободный дресс-код в эти компаниях, он немножко расслабляет и ты перестаешь заморачиваться на тему юбки-карандаша и прочего, вот, но все остальное сбылось, так вот, я пошла, значит, на какую-то, нам продавали это как профессию, коммерция, что бы это ни значило, вот, мама мне сразу сказала, ты понимаешь, что у тебя в дипломе будет, ну, буквально, ну, продавец, я говорю, мама, я коммерсант, вот, слушайте, и на удивление, я невероятно благодарна своему выбору, невероятно благодарна там родителям, которые меня поддержали и невероятно благодарна педагогам, с которыми, я не понимаю, честно говоря, что эти люди делают, они явно должны быть где-то там в МГУ или где-то еще, я до сих пор так считаю, вот, но у меня был невероятный педагог по экономике, по экономике организации, по менеджменту, и по маркетингу, и буквально дальше все, на чем я ехала и строила карьеру, это то, что мне дали эти три человека в колледже, собственно говоря, закончив колледж, там же надо было меньше учиться, вот, выяснилось, что колледж-то закончила в 17, на работу с 18 берут, ну, так это официально, по-серьезному, вот, я немножко пострадала, и в 18, ну, к 18 годам я узнала как раз про комьюнити, да, у меня одногруппница пошла в какой-то банк, ассистентом в HR отдел, она мне рассказала, я такой, прикольно, пойду посмотрю, все, я нашла стажировку, и мне исполнилось 18 лет, 13 марта, а 14 марта я уже была на собеседовании в Мироторге, которая прошла, меня взяли, потом предложили работу, ну, короче, все очень классно завертелось, так вот, высшее образование я уже пошла получать, сделав выбор осознанно, то есть я пощупала, я прошла стажировку, мне хватило некой насмотренности уже, у меня были разные там подработки до этого, пока мне 18 не исполнилось, и за счет этого, конечно же, пошла на управление персоналом, потому что, ну, уже точно надо было туда, и очень прикольно учиться осознанно, потому что прям по другому информацию воспринимаешь, я помню первую пару по управлению персоналом, и я еще пошла на заочную форму обучения, ну, ты не общаешься с группой, ты не видишь этих людей, и это тоже, ну, такой частый вопрос, типа, куда мне идти на очку и пытаться, там, где-то вечерами работать, или мне идти на заочку вечерку, но у меня не будет вот этой, некой, некого комьюнити, да, с которым можно будет что-то разделить, вот, на самом деле, ну, выбор зависит от того, какие у тебя цели, вот, мне хотелось быстрее работать, все, я так решила, поэтому, если у кого-то есть такое желание, можно прям не волноваться, идти на вечерку, на заочку, ничего страшного, вы ничего не потеряете, это прям точно, и вот на первой паре по управлению персоналом, я помню, как нам начали рассказывать про систему грандиирования, что это вообще такое, а я знаю, я вот сейчас, я вот только что с работы, я все это знаю, и диалог прям с педагогом уже строится по-другому, и ты правда, вот, Гарри сказал, что ты можешь позадавать вопросы, да, вычленять какую-то информацию, ну, чтобы задавать вопросы, тебе нужна какая-то почва, конечно, ну, просто так, ты не поймешь, на какую тему своего педагога помучить, а когда у тебя уже есть некий опыт, вот здесь прям, прям вообще мы запоем разговаривали с педагогом, в итоге я пошла в государственный университет управления, поучилась там, и к разговору, вот ты говоришь, я не забрала документы, а я вот поняла, например, что мне, ну, не очень подходит, я забрала документы, я поменяла еще два вуза, мне не подходило с точки зрения, ну, там, некого отношения, потому что периодически было такое, что, а, ты уже в этом работаешь, там, у тебя автомат, то есть я, ну, я бесполезно ездила, а учитывая, что мне там было полтора часа ехать, я ехала после работы, выходные, вот, меня в какой-то момент это обидело, такая, нет, такое мне не подходит, ну, я пришла на еще один вуз, еще один вуз, в итоге я нашла то, что мне просто подошло, поэтому я выступаю за тех, кто точно знает, что он хочет, и делает все для этого, и вышка мне, конечно же, пригодилась, есть у нас, ну, понятно, что знания и все остальное, конечно же, я их докрутила, вышка дает, в первую очередь, классную базу теоретическую, потому что, каким бы классным прикладным специалистом ты ни был, без теоретической базы в какой-то момент становится сложно, ты не можешь, поддержать профессиональный диалог с экспертами, там, на конференции, ты не можешь пообщаться с топ-менеджером на том уровне, который необходим для того, чтобы тебя услышали, восприняли всерьез, и эта база, она очень нужна, ну, и плюс есть всякие, конечно же, такие очень шаблонные штуки, есть набор требований в трудовом законодательстве, которые не позволяют, ну, давайте так, позволяют, но очень ограничены, не каждая компания на это готова, ставить на руководящую позицию, но уже серьезную человека без высшего образования, поэтому нужна ливышка однозначно, помимо комьюнити, если вы учитесь на дневном отделении, вы точно получаете необходимую теоретическую базу, вы точно убираете, ну, не создаете себе лишних преград в построении карьеры, вот я бы сказала так. Огонь. Важный тезис, про который ты начала говорить, про разные профессии, про коммерциализацию и продажи, как это, разные переводы, у меня вопрос, я не знаю, скорее всего, это Гарри, очень хочется понять классификацию, вообще, возможных профессий, есть цветовая палитра, неких воротничков, вот об этом хочу поговорить, что вообще есть, что происходит сейчас, я знаю, что существует большая проблематика, среди такого условно низкого имиджа рабочих профессий, мы даже отдельные программы там по молодежной политике там заводим с точки зрения популяризации, потому что понимаем, что это проблема, в общем, какие профессии есть, классификации, зависит ли эта классификация как-то от сложности и уровня и вклада физической и умственной работы, что происходит с оплатой вот так широко. На самом деле, на эту тему, вот я бы лично выделил там даже отдельную злоу сессию, чтобы обо всего рассказать. Дня на два. Сейчас дня на два, да. Попробую очень коротко вот... Верхний уровень. Да, верхний уровень пропустить всю эту историю. Смотри, когда мы говорим про вообще все работы, вот всю работу, которая есть, ее можно поделить на несколько таких ключевых категорий. Ты можешь быть белым воротничком, либо синим воротничком. Синий воротничок – это рабочие профессии, водитель грузовика, столер, там оператор ЧПУ, закроющих, швея, что-то такое. Белый воротничок – это люди, которые там работают не у станка, работают в офисе. Но это первая классификация. Дальше. Чтобы было вот ребятам, которые нас смотрят проще, я попробую, знаешь, как будто паровозик едет и делает выбор. Когда ты говоришь о том, что я хочу работать, я хочу реализовать себя вот как-то в работе, ты сталкиваешься, вот первое перепутье – это ты должен выбрать, ты работаешь на государство или ты на него не работаешь. Потому что строить карьеру в ГОСе – это совершенно другое. Я рекомендую ребятам прочитать книжку Михаила Хайзина «Лестница в небо». И 80% вопросов о том, как на самом деле надо строить карьеру, там закроются. Ты поймешь, хочешь ты это или нет. То есть те механики, инструменты, которые ты применяешь в коммерции, чтобы расти, тут они не работают. Тут работает другое. Это нехорошо, это неплохо, это просто так. Это как железная дорога, которая за тебя уже все придумано. По какой дороге ты пойдешь, когда будет съезд, когда будет повышение зарплаты, и когда у тебя будет смена чего-то. Допустим, первая вилка. Если ты выбираешь коммерцию, то тут у тебя тоже еще одна вилка. Это открыть что-то свое, либо пойти в работу, в найм. У меня подход такой. Я не против того, чтобы быть с предпринимателями. Кто-то говорит, что если ты не открыл бизнес до 20, то ты не предприниматель. Это просто такое. Считается так, что истинные предприниматели это те, кто на самом старте горят и живут. Этими они как можно раньше пробуют. Ну ладно, есть другая сторона, но мы понимаем, что 90% бизнеса дохнут в первый год, еще 5% в следующие 5 лет. Но почему-то практически все студенты, выпускники каких-то акселераторов думают, что они входят в те золотые 5%, с которыми ничего не будет, потому что они такие крутые, они родились такими. Есть вторая стратегия. Можно пойти в найм, понимать, если ты предприниматель, можно пойти в найм, в то направление бизнеса, которое ты собираешься открыть, поработать, получить знания, умения, навыки, понимание бизнес-процессов, заработать деньги, заработать деньги на случай, если первый раз ты провалишься, собрать свою команду, найти первых клиентов и тогда запускаться. Ну и последний, конечно, ментора, причем такого, который из-за этой индустрии уже, знаешь, собаку съел на этом деле. И тогда твои шансы провалиться меньше. Но там есть риск того, что ты уже будешь, там, не знаю, женат, дети, семья, ипотека, и ты не готов рисковать ради своего положения. Так вот, но если ты вдруг пришишь по Антивнайм, у тебя тоже есть несколько вариантов развития события. Первое, ты должен выбрать, это ты идешь работать в какой-нибудь стартап, ты идешь работать в большую корпорацию или ты идешь в среднюю, там, обычную компанию. Это как река, море, океан. Вроде все вода, но солености и рыбы разные. И принципы работы организации разные. Вдаваться в подробности не буду, об этом можно там отдельно как-то поговорить. Помимо этого, все компании, которые есть на территории России, делятся тоже на две категории. Раньше была какая-то золотая формула, что если ты работаешь в международной компании, все, твоя карьера просто пойдет на взлет, ты получаешь больше денег, какие-то супер соцпакеты, с тобой ничего не случится. Да, не трогаем каких-нибудь гигантов, типа там, Яндекса, Абита, ВК-группы и других, у них своя игра. Но раньше была такая история. Сейчас история с ног на голову перевернулась, потому что сейчас ты сидишь, вот я общаюсь с зарубежной компанией, ребята с медицины на пороховой бочке. Ты не знаешь, в следующем месяце тебя продадут, пустят из-под ножа или скажут, что мы продаемся там, типа давайте, ребята, выкупайте наш бизнес, мы уходим. А у нас еще и там долгов много. Вот. Окей, допустим, можно так поделить. Вообще, все еще компании можно поделить по принципу работы. Ты можешь работать в инхаусе, либо ты можешь работать в консалтинге. Приведу пример. Вот ты маркетолог, ты можешь работать с компанией, не знаю, там, Пепсика, и твоим единственным заказчиком будет Пепсика. Да, ты будешь сегодня делать, не знаю, 7-Up, а потом Меринду, но в целом твоя работа никак не поменяется, потому что единственный заказчик это Пепсика. А можешь работать с маркетингом и агентством полного цикла. Сегодня это Пепси, завтра Данон, послезавтра это правительство Москвы. Это разный формат работы. Здесь ты работаешь с дедлайнами вчера и прям огромными, знаешь, такими мешками под глазами, но ты за три года можешь выучить столько, что за восемь лет в инхаусе никогда столько не познаешь. А можешь работать в инхаусе. Там есть другая история. Это хороший work-life balance, это стабильная, понятная история. Да, это размерен такой понятный тем в жизни. Интересно, где это? Извините, не удержалась. Расскажу после эфира. И самое последнее, вот когда ты думаешь еще, а куда еще идти, вот когда ты все эти фильтры на себя наложил, ты еще должен понимать, что то, что ты можешь делать в большинстве случаев, можешь делать в разных индустриях. Например, можно работать и заниматься этим в банке, можно в юриспруденции, можно в FMCG-секторе, это талант народного потребления, можно найти в айтишку пойти или в сырьевой сектор. И каждый из них, он особенный, потому что имеет свое ДНК. Вот в каждой индустрии есть своя фишка, которую надо понимать, и либо ты на этом вайбе, либо нет. Ну, просто банальный пример приведу, в стройке ругаются все матом. Вот я это понял на личном примере, общаясь на стройплощадке и зачитывая лекцию Совету директоров одной из четырех самых крупных строительных фильмов России. Вот что председатель Совета директоров прям ярыми словами готов покрывать, что плиточник или там какой-нибудь нагрузчик. Поэтому, если ты феечка и у тебя в животе бабочки и единороги, и тебе это не ок, туда нечего идти. Ну, там уровень, высокий коррупционный уровень, да, какие-то связи, баллад, знакомство к москву, все это там есть. Либо ты принимаешь, либо нет. Или, например, фармацевтика, в которой ты растешь, 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 а в какой-то момент, если у тебя нет медицинского образования, то ты не растешь, даже если ты маркетолог. Ты представляешь, вот как человек из маркетинга, который, ну, я, например, я брал интервью у маркетинг-директора Джонсон Джонсон, вот она мне сказала, говорит, в какой-то момент мне сказали, пока не будет медобразования, дальше нет. Он говорит, я-то тут при чем? Я на маркетинге. Вот, я отвечаю за то, как это красиво преподнести и продать. Он говорит, нас не волнует. У нас здесь свои правила. Человек 6 лет вот топтался на месте, но как-то пытался как-то вбух что-то делать, пока бумажечку не получил, не пришел, не отчитался. И вот, условно, как выбирать? Сейчас вопрос. Вот, подождите, прям пауза. В чем прикол? Это речь про, типа, тренер должен играть, ну, то есть, ты должен, ну, типа, максимально быть экспертом в специфике. Как вы думаете, зачем это? Смысл какой? Какой смысл директора по маркетингу заставлять получать медобразование? Потому что ты не до конца прочувствуешь нам вышивать. Ты не до конца прочувствуешь нас. Смысл дедовщины, если честно. Да, да. Слушай, а что ты думаешь? Ты приходишь в сырьевом секторе работать на металлургическое предприятие, ты закончила классный инновационный вуз, приходишь на завод, я полгода жил в Череповце, высаживался как проектный менеджер. Тебе говорят, слушай, мальчик, вот ты кто такой? Что там, МГУ закончил? Говорит, вот когда, как Михалыч, 20 лет у станка отработаешь на заводе у нас, да, когда 1, 2, 3 ЧП переживешь, вот тогда и приходи со своими инновациями. Ты чешешь голову и ищешь, кому пожаловаться. Вот. И вроде как все открыто, все классно, да? И сейчас проблема-то какая? Все рассказывают про успешный успех, все компании говорят, мы лучшие, мы классные, но почему-то никто не говорит, а что реально тебя ждет, с чем ты реально будешь сталкиваться. Сейчас напомню этот анекдот, может быть, помните, когда к дворнику подходит молодой человек, дворник вручает ему метло, он говорит, вы что, я же закончила МГО, он такой, тогда давай покажу, как делать правильно. Потому что это же тоже история про адаптацию, про то, что забудьте все, чему вас учили. Окей, а что тогда происходит с вот этим понятием, сейчас вот есть тоже мнение все-таки, да, что рынок труда переполнен, прости, Милен. Не, я от чего я не знаю. Смотрите, есть определенная сфера, давайте так, есть общий срез по рынку, я просто коротко объясню, о чем я говорила. Общий срез по рынку без разбивки на разные сферы деятельности, он действительно такой, как я сказала, что в большей степени мы находимся в рынке кандидата. Ну, это факт, это подтверждено цифрами. Если копать дальше в разные сферы, то там разный уровень конкуренции. Например, те, кто страдают уже некоторое время точно, это юристы, ну, это вообще не шутка. Это рынок работодателя, это не рынок соискателя. Точно так же, ну, там, ни для кого не секрет, что, когда ты топ-менеджер, ты ищешь работу на минимум полгода, у тебя от полугода до полутора идут вот эти переговоры, поэтому у тебя там есть всегда большая подушка безопасности, и вот, если ты остаешься без работы, особенно, если ты работал в крупной компании с определенной репутацией, ну, эта репутация еще за тобой тянется, и это вообще очень сложная штука. Но в большей части сфер действительно есть большое количество предложений. Другой вопрос, ребят, как их фильтровать, потому что тоже для вас же не секрет, вы же со студентами тоже общались, когда брали к себе на работу. У нас ребята не всегда адекватно понимают, что хотят, они не строят перспективу, они хотят здесь сейчас. И вот это здесь сейчас, оно звучит так, вот Гарри сказал, типа, проще, вот эти гиганты компании, они вот там промывают мозги, вот это всех, себе заманивают, действительно, они много делают для того, чтобы новые поколения были там образованные, спонсируют какие-то программы и так далее, потому что у них есть возможность, они считают своим долгом это сделать. Но при этом у крупных корпораций чаще всего уровень дохода на стартовых позициях значительно ниже, чем у... Это факт. Да, 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 чем у малого и среднего бизнеса. Поэтому, ну, здесь выбор остается за каждым. Если ты хочешь денег здесь и сейчас, а вот потом будь что будет, то, скорее всего, тебе не в крупную компанию без опыта. Это, ну, прям точно, потому что в крупной компании ты не получишь уровень дохода, который хочешь. Если ты хочешь, у тебя есть конкретный план с точки зрения карьеры, ты хочешь дорасти до определенной позиции, в определенной нише, и здесь сейчас ты готов, например, там, на полгода, на год чуть-чуть подужать свои хотелки и просто заработать некую репутацию, некий опыт, которым потом сможешь очень быстро догнаться, то тогда ты можешь идти как раз через стажировки, крупные компании и так далее. Поэтому вопрос не только в том, есть ли куда устроиться на работу, вопрос в том, что, ну, работа-то дофига, и про синих воротничков тоже действительно их нехватка. И вообще, вот, ну, просто небольшой пример, только не закидывайте меня помидорами, но есть большое соревнование, состязание за синих воротничков, и если вдруг кто-то не знает, то средняя зарплата кладовщика в Москве это 90 тысяч рублей, средняя зарплата бэк-офисного сотрудника, белого воротничка, давайте так, уровень джун или мидл, ну, такой начинающий мидл, это 50 тысяч рублей. 50 и 90, то есть я вполне серьезно знаю компании, которые кладовщикам платят там 130-140 тысяч рублей в Москве. Но вообще, это давно известный факт, что количество твоих образований, например, не всегда влияет на уровень твоей зарплаты. Да. И на самом-то деле, если я правильно понимаю, то корреляции между тем, что у тебя там, например, менее затратный умственный труд, это вообще не факт, что ты будешь получать меньше гонораров и компенсаций. Да, абсолютно верно. Слушайте, в итоге, вот я хочу понять, то есть правильно я понимаю, что сегментированно рынок действительно может быть где-то переполнен? Какие профессии? Может быть, что-то известно? Юристы, все, что связано с HR, это не переполненный рынок, это рынок, на котором большая конкуренция. То есть рынок гуманитариев переполнен? Практически так, можно сказать, но это звучит очень-очень жестко. Здесь смысл какой? Там как будто бы много людей, но ты то, о чем говорила ты, ты же, скорее всего, себе таких же искала, гуманитариев. Кажется, что людей просто дофигища, но ты начинаешь их перелопачивать, и нужно, чтобы там одного нанять, компании нужно посмотреть, там 30 человек. Поэтому, да, там больше конкуренция как будто бы, но на самом деле там сильно ниже требований, потому что, ну, просто в какой-то момент работодатель, когда вот он уже посмотрел 20 человек, он уже больше не может, он такой, так, ладно, я и принтером научу тебя пользоваться, правда, и кофе сам себе налью, вот я все тебе объясню, просто будь адекватен. Поэтому, там очень легко выделиться, поэтому история, там типа с сопроводительным письмом или история с тем, что у тебя хотя бы будет структурировано резюме, в котором, даже если ты не имеешь опыта работы, но есть стажировка или какая-то внеучебная деятельность, будет расписано с точки зрения там неких достижений, с точки зрения цифр, выгод, и тому, как это пригодится тебе в работе, все, ты будешь вау, тебя точно заберут. Тогда вопрос. Это точно будет еще в одной сессии, у нас будет стартер-баксоискатель, вы же смотрели программу, вы знаете, но вопрос, как вам кажется, с ваших позиций, есть ли смысл к резюме прикладывать благодарности, сертификаты, там, не знаю, за участие в соревнованиях эстафеты по, не знаю, бегу мишек, ну, то есть почему-то, неважно, почему-то, что не относится к профессиональной деятельности, да? Ну, вообще, давай так, сертификаты, благодарности за внеучебную деятельность, какую бы то ни было. Если оно хоть как-то, если хоть как-то это можно связать с тем, на какую позицию вы претендуете, ну, прям однозначно стоит. Нужно ли для этого, я не знаю, фотографировать это или сканировать? Нет, можно этого не делать. в классической форме резюме, будь это какой-то работный сайт или большой набор разных инструментов, которые позволяют составить это резюме, портфолио. Можно просто в графе, там, о себе или достижении, можно в хобби, там, описать это просто по пункту, там, раз, два, три. Была благодарность такая, это за то, благодарность это за то. Если это что-то, что может связано быть с работой, то это точно нужно добавлять. Если это что-то типа, я не знаю, победитель в беге на 100 метров, когда ты идешь на маркетолога, на HR, на кого угодно, на юриста, но это никак напрямую на твою деятельность не повлияет, поэтому это только вы себе. Но это тоже стоит записать, потому что в целом любая активность и любая информация с точки зрения того, что ты не сидишь на месте, у тебя есть хобби, ты как-то развиваешься, у тебя есть что-то еще, кроме желания заработать, это всегда личностное. Что-то личностное играть в плюс. Окей. А люди прикладывают, Гарри, скажи, пожалуйста, твои выпускники из школы карьеры, прикладывают ли сертификат о том, что они закончили школу карьеры? Они это делают по-другому. На самом деле, как Милина правильно сказала, в резюме есть прекрасный раздел о себе. Очень много соискателей думают, что... Ладно, я приведу пример. У тебя дома, только честно, чулан есть? Чулан? Ты слышал такое старое слово, да, как типа из... Я говорю, ты в каштанке прочел это слово? Чулан. Это месть, ну, что-то вроде кладовой. Вот, да. На старом языке называется чулан. Вот у меня дома есть чулан. Это место, куда у меня скапливаются трехлитровые банки, канделябр, не знаю, там, дельфин-массажер и еще какое-то барахло, и еще какое-то барахло, которым я даю второй шанс, но с вами, ну, когда-нибудь, наверное, это пригодится. Спойлер нет. Так вот, очень многие думают, что раздел о себе это вот такое же место отстойника, куда нужно сгребать все, что не влезло в призюме. Или, знаете, вот это стандартно, типа коммуникабельный, стрессоустойчивый, да, и что-нибудь типа нацеленное на результат. Ребята, вот большая просьба, пожалуйста, не пишите эти три слова. Никогда. Вот прям вот так, просто через запятую, пожалуйста, даже не используйте. Это прям табу вообще. Это красная тряпка для БК. Есть еще моя любимая, уверенный пользователь ПК. Да. Как будто есть неуверенные пользователи ПК. Такие тревожные пользователи. Так вот, суть в чем? Раздел о себе, вот, кстати, у джоббордов практически у всех находится внизу. И он находится внизу, потому что, когда рекрутер смотрит, смотрит резюме, скроллит вниз, ты сначала продаешь себя как эксперт, и только в конце, если он дойдет до этого раздела, у тебя есть возможность показать, а какой ты человек. Несмотря на то, что мы все тут про бизнес, мы все тут про карьеру, выполнение задач, КПА, ОКР, люди, в конце концов, выбирают людей. И если ты, допустим, ты бегаешь, это круто, классно. Если ты, не знаю, увлекаешься каллиграфией, расскажи об этом. Ты же не знаешь, кто на той стороне баррикад сидит. И круто, если у тебя есть какие-то классные, интересные, нестандартные навыки, да, или вот какие-то хобби, увлечения, о которых ты расскажешь. Потому что, придя в коллектив, может, ты это внедришь, или что-то сделаешь. А вдруг ты йогой занимаешься, хатха-йогой. Придешь, поработаешь, а ребятам скажут, слушай, а давайте на 15 минут раньше просто приходить, будем йогой заниматься. Круто, классно. То есть ты становишься таким интересным, звездом, членом команды, который может что-то привнести больше, чем просто выполнить ряд поручений. Кстати, целиком соглашусь, мы как-то, был такой опыт, мы с Миленой работали в одной компании, и как раз вот на каких-то увлечениях, в том числе, строили корпоративное взаимодействие и обменивались там разными кейсами. Это, правда, очень круто. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а вот с точки зрения того, чем вы сейчас занимаетесь, на что вы смотрите, на что, зачем наблюдаете, как вы думаете, почему люди сейчас максимально хотят уходить на удаленную работу? Я сейчас объясню, что меня в этом смысле, вот с этого тезисы, что меня цепляет. Очень много, на самом деле, вещей. Первое, Милена тоже не даст соврать, я всегда мечтала о том, что я буду работать удаленно. Я настолько терпеть не могу приходить в офис, я настолько не люблю утро, что для меня это прям, ну, каждое утро, это я воскресаю. То есть это прям целый процесс, это очень большой стресс, и это просто катастрофа. И в общем и целом, я по утрам не очень люблю жить и не очень люблю людей. И для меня, на самом деле, ну, вторая проблема, я не очень люблю просиживать просто так штанишки, и мне очень хочется быть максимально продуктивной. Если я могу свою работу сделать за два часа, то как будто бы, чего я тут тусуюсь? Да, могу же вроде как поехать домой и быть более счастливой сегодня. Значит, и вот я, например, точно поняла, что работа в офисе не для меня, и более того, работа в найме в итоге тоже не для меня. И поэтому я, в общем-то, ушла в удаленку, во фриланс, в предпринимательство, в очень таких разной роли. И я понимаю, что вокруг меня сейчас все большее количество людей, которые хотят уходить на удаленку. Ну и спасибо 2020 году огромное количество работодателей, которые готовы предоставить эту самую удаленку. Потому что раньше, действительно, какой это был год, 15-16, слово удаленка вызывало у работодателя нервный тик. Что происходит сейчас и с работодателями, и, соответственно, с соискателями, вообще, насколько люди изменили свое отношение к этому? Ну, люди... Давай так... Уже, честно говоря, грань смылась. Вот это изменили ли они отношения, уже неизвестный факт. Уже очень сложно вспомнить то, что было до этого. Что есть точно? Точно есть большой спрос на удаленную работу. Почему это происходит, тоже всем понятно. Это не всегда вопрос эффективности, будем шестны. Иногда это вопрос попытки найти как раз возможность там, позаниматься чем-то еще, там, детьми особенно, вот это вот начинается бытом, или там, собой, хобби. Есть история с тем, что как раз то, что обсуждали тоже, когда ты хочешь открыть свой бизнес, и ты пытаешься взять информацию в найме, еще параллельно там что-то свое быстренько делать. Это тоже прикольно. Ну, и некое ощущение там безопасности, свободы передвижения, да, что ты не привязан к конкретному месту, ты в любой момент там сел, куда-то уехал. Это тоже прикольная штука, поэтому спрос на удаленную работу, он действительно очень большой. Большая часть компаний, даже очень около государственных, это вообще отдельная история, вот Гарри поделил, да, на хочешь ли ты строить карьеру в госструктуре, или в корпорации, там, в компании, которая работает не на государстве, вот есть еще около государственной структуры, такие вот, думаю, про них многие слышали. И да, и они очень сильно отличаются всегда, и когда началась история с удаленкой, они, в госструктуре, понятно, это вообще не обсуждалось, и вот эти около государственной компании тоже там, типа, только один день в неделю можно удаленно, вот, там прям было строго, жестко, нельзя уехать куда-то, там, я не знаю, посетить маму в Сочи, а ты работаешь в Москве, и там недельку посидеть с ней, не взяв отпуск, поработать, так было нельзя, но даже эти компании сейчас начали двигаться в сторону удаленки, да, они по-прежнему ставят какие-то условия, типа, там, пару с месяц должен появиться, что-то еще, но это очень управляемый процесс, очень легко договориться, поэтому общая тенденция есть, спрос на удаленную работу есть, предложение удаленной работы тоже есть, что важно понимать, чем ниже уровень, пока что, там, джун, мидл, чем ниже уровень позиции, которую вы для себя рассматриваете на удаленке, тем точно будет ниже уровень дохода, это 100%, потому что работодатель начинает аргументировать в своей голове тем, что вы не тратите денег на дорогу, вы не тратите денег на еду, которую необходимо вот где-то в офисе покупать, что вы экономите очень много времени, вы буквально работаете там сами на себя, учитывая, что у нас еще по законодательству, если у тебя договор об удаленной работе, работодатель обязан компенсировать, ну, некую амортизацию используемого оборудования, чаще всего это, ну, какая-то фиксированная сумма за интернет, и там небольшая бабочка за амортизацию там ноутбука, то уровень дохода на таких позициях будет ниже, плюс большинство компаний на там относительно стартовые, линейные позиции удаленным сотрудникам не выдает технику, поэтому без своего ноутбука планшет всегда не подходит, телефон почти всегда не подходит, нужен ноутбук, поэтому если у тебя есть ноутбук и желание работать из дома, оно значительно превышает твое желание там какого-то уровня дохода, то да, это хороший вариант, можно ли так построить карьеру, там не мешает ли это, вообще никак не мешает, но удаленки прекрасные, люди растут, развиваются во многих компаниях, там вырастают с линейки до руководящих позиций, единственное, что, ну, чем выше твоя позиция, тем все-таки чаще тебе приходится посещать физически, вот, либо офис, либо какие-то мероприятия, но построению карьеры это не мешает, здесь вопрос только, наверное, в деньгах. Слушайте, а в чем прикол? Ну, для работодателя же удаленный сотрудник обходится дешевле. Верно, но управлять им сложнее, простите, я не удержалась. На самом деле, вот, во всей этой истории есть макроэкономические и социальные, вот, какие-то показатели. Макроэкономика говорит о том, что держать на удаленке выгодно, держать на удаленке научились, потому что был пандемийный год, хочешь, не хочешь, научились, и мобилизационная история показала, что там 700 тысяч человек, которые уехали в сентябре месяца, все равно без работы не остались, кто, как, то есть, где-то в банках и запрещено, но они там голову в песок зарабатывают, как будто мы этого не знаем, более-менее все на месте остались и научились работать на удаленке и как будто к этому привыкли. С другой стороны, это выгодно. Зачем держать офис большой, если можно держать незакрепленные рабочие места? Каворки. Да, каворкинг, и вот какие-то, экономят на костах. Да и к тому же, да, кофе он свой пьет, бумагу свою засовывают в принтер, да и вообще рабочее место, кресло его, все его. За это мы не платим. Почему это происходит? Произошел очень интересный такой социальный сдвиг. Ну, наверное, знаете, есть эти поколения бумеры, зумеры, поколения X, Y, Z. Вот, сейчас такая история, что молодежь, которая устраивается на работу, неважно, сколько тебе платит, ты хоть 150, хоть 200 тысяч на старте, у тебя есть ощущение работать на дяде плохо, должно быть что-то свое. История о том, что ребята молодые сейчас стремятся помимо основной работы иметь что-то свое, и удаленка дает возможность попытаться усидеть на двух стульях. Тут я с Миленой вот вообще, буду просто вот так антагонистом Милены, скажу, что по строению карьеры это мешает, потому что хороший карьерист должен быть в полях, он должен держать руку на пульсе, он всегда должен знать настроение своего директора, что происходит, последние новости из офиса, и поверь мне, строить карьеру это не работать, это больше, чем работать, и поэтому находиться на удаленке, ну, опять же, да, ты будешь расти, но плавнее, чем нежели, если бы ты был в офисе. И самая главная история, в которую я искренне верю, вот ты говоришь, я не люблю просыпаться по утрам, для меня это ад. Я три года в пять утра просыпался, бежал на работу, потому что на Дальнем Востоке уже вечер, надо закрывать международные проекты, вот все от сих до сих. В шесть вечера брал рюкзак, ходил учиться в Академию МИДа до десяти вечера, потом до одиннадцати с местным дипломатом в соседнем заведении сидели, общались, и шел домой, чтобы спать, просыпаться, и вот идти опять на работу. А, это закрывается быстро трудовой дисциплиной, вот попробуешь на 21 день сделать, все будет ок. И, что второе, самое интересное, это, как-то сказать, ты большую часть своей жизни, просто вот, просто, я обращаюсь к тебе, и вот ко всем ребятам, кто нас смотрит, ты большую часть своей жизни проведешь на работе. Вот, ты треть спишь, ты треть занимаешься досугом, а треть работаешь. Ну, сон мы не контролируем, мы его вычеркиваем. Остается досуг и работа. Так вот, из досуга давай вычитать. Постоять в пробке, принять душ, сходить, ну, дамы, сходить на ноготочки, да, постоять в очереди в почте России, получить посылочку или что-то еще. И ты понимаешь, что вот из своей жизни, большую часть своей осознанной жизни ты проведешь на работе. И тут нужно понимать, что вот офис, да, вот офис и работа, это не только просто душное помещение, где твои коллеги собирают по 1000 рублей на день рождения человека, которого ты не знаешь. Это часть социализации личности. Вот социализация есть в песочнице, первый раз, когда ты играешь с другими детьми, есть в садике, есть в школе, есть в универе. Вот этот огромный пласт твоей жизни, да, за ним работает, тоже часть социализации. И очень важно не просто в зуме созваниваться и говорить, ребята, как дела, да, мы сейчас все в бизнес запустим, все будет классно. Очень важно лично с людьми общаться и обмениваться коммуникациями. Из-за этого, кстати, очень, вот мы лекцию начали с чего? Атрофируются банальные компетенции ребят. Нормально общаться, нормально коммуницировать. А я вот здесь, конечно, вынуждена не согласиться, потому что тот вопрос, на который я начала отвечать, да, почему компании тогда понижают уровень дохода, если, ну, они меньше тратят на человека, потому что ими сложнее управлять. И как раз работа с удаленной командой, даже когда ты просто являешься ее частью, это невероятно прокачивает в том числе даже креативность, кем бы ты ни был. Потому что, ребят, вот у меня у самой, ну, там, в силу корпоративной культуры, да, я не, ну, мне нет смысла часто ходить в офисе, я, конечно, делаю это три раза в неделю из пяти, потому что я в трех разных офисах работаю, я вынуждена. Вот, но, вот, Гарри говорит, что надо знать, там, в каком настроении твой директор. Да, если он в офисе, а если у тебя культура компании подразумевает, что все работают на удаленке, то ты в целом, и, ну, у тебя ничего не меняется от того, что ты сегодня дома или в офисе, твой директор все равно на удаленке. Ты, ну, узнаешь это только дистанционно. И вот как это узнать? Тебе надо как-то найти какой-то способ. Точно так же, как с командой. Вот у меня в команде большая часть сотрудников, она разбросана по нашей необъятной стране, и не только. Вот у меня 70 человек. Там, у меня есть там человек 10 в Воронеже, у меня там есть 8 человек в Питере, но я нахожусь в Москве. Даже при условии, что они ходят там в офис, они для меня удаленные сотрудники. И вот сейчас становится вопрос, как и каждый год, а как нам на команду отметить Новый год? Товарищи, отметить Новый год в Зуме на 70 человек, это просто, ну, с ума сойти, как сложно. В прошлом году, когда мы пытались это сделать на 30, ну, была задействована вся команда, мы приложили максимум усилий. И когда ты являешься частью удаленной команды, вот этот навык, вживую, ты можешь увидеть, как человек сидит, что у него происходит с мимикой. Абсолютно. Ты можешь вот в какой-то момент там до него дотронуться, как будто немножко успокоить, да, что-то как-то проявить, там, интерес, или что-то еще тоже проще лично, там, подать воды, подать чай. Когда вот это удаленно, это крайне сложно, крайне, ну, сильно сложнее влиять на человека, когда ты не можешь не докоснуться до него, не подать ему что-то, все, там в любой момент просто нажимаешь выкол, и ты вышел. Выйти из кабинета значительно, ну, сложнее, это морально сложнее. Из Зума выйти, вообще, ничего не стоит. Поэтому, кажется, что вот то, о чем мы сегодня говорили, да, так по-разному. Это про то, типа, с какой стороны посмотреть, нет правых или неправых, из любой ситуации можно найти, ну, в любой ситуации можно найти как минусы, так и плюсы. Вот для меня удаленка это прям плюс с точки зрения развития коммуникации. Да, там сильно проще проиграть, но если ты научился на удаленке взаимодействовать с командой, быть частью, вот как Гарри говорил, да, вот проводить йогу не в офисе на 15 минут раньше прийти, а собрать людей в Зуме, чтобы они там йогой занимались, ну, это будет просто вау. Поэтому для меня это возможность, наоборот, значительно прокачать вот этот скилл, коммуникацию по сравнению с тем, что происходит лично. Для кого-то это значительно сложнее, поэтому, кажется, выбор за ребятами. Один из моих любимых тезисов, что кризис это новые возможности, и как будто бы удаленка это тоже очередной кризис, в который тебе открывает другие возможности. Если у тебя хоть немножечко из силенок, ты думаешь воспользоваться этой сложностью, да, и сделать ее для себя возможностью. В общем и целом, просто я к тому, что мне кажется, удаленка это такой дополнительный инструмент, и он может сыграть тебе как в минус и выйти боком, так и в сильный плюс. Если мы говорим про ту же самую условную игру йогу в зуме. Окей, а с точки зрения вообще, правильно же я понимаю, что сейчас удаленки значительно больше, она продолжает развиваться, продолжают какие-то появляться новые сервисы для управления командами. Кому сложнее, как вы считаете, соискателем в удаленке или работодателем в удаленке? Мы поделим, да? Да, да, да. Я сейчас прям между вами черту. Я хочу поделить, потому что сложнее и тем, и тем. Понимаешь, есть очень такой вот в книге «Эмоциональный интеллект», да, Дэниела Гоумана, есть очень классный термин, называется «налог на доверие». Вот. И когда у тебя закрадывается ощущение, что твой сотрудник недорабатывает, вот это беда. Понимаешь? Это беда, потому что ты, как работодатель, не понимаешь, за какую ниточку дернуть, чтобы понять, он врет, не врет, работает, не работает. Опять же, ты узнаешь по результатам, но результаты будут в конце. И не все люди результатники, есть люди и процессники, где можно подхалтурить, и ты не узнаешь. С другой стороны, я скажу, как соискатели мыслят, очень сложно, нужна недюжинная вот осознанность и самодисциплина, чтобы уметь отличать диван для отдыха и диван для работы. Чтобы не сойти с ума, да, под 12 часов, сидя перед компом, вот как я сейчас играю, или что? Вот мне сейчас там ребенок орет, у меня там не вставать идти, или подождите, я сейчас на совещании. Вот этот баланс очень трудно держать и в какой-то момент ты не понимаешь, что дом это офис или это дом, и реально психика такая, типа туда-сюда, туда-сюда. Ты пытаешься держаться и понять не очень легко. Ну, то есть, если компания в тебя вложилась, объяснила, показала, рассказала, помогла тебе это пережить, то окей. Но соискательным, поверь, тоже нелегко приходится. Не каждый имеет, вот, знаешь, выдержку не схалтурить, а там вот желание прилипит. Вопрос только не в этом, да. Потому что, помимо желания прилечь и всего остального, я вот тут согласна, есть же история, что ты же не чувствуешь команду, ты не чувствуешь людей, и руководителя ты не чувствуешь. И, ну, чем в большей команде ты работаешь, тем меньше тебе персональные могут уделить времени. И поэтому, в какой-то момент, даже если ты не халтуришь, просто хочется, ну, сесть, вот это, обнять колени и больше ничего не делать, потому что ты по сообщению, там, в телеге или в WhatsApp не понимаешь, тебе сейчас, ну, все нормально, или тебя сейчас, ну, как-то, уничтожили. Да, дистанционно отругали, вот это, знаете, выговор сделали, ты не понимаешь, что там происходит на той стороне линии. И это сложно. Но и работодателям сложно, потому что у нас очень законодательство, очень, очень тонко настроено. И, например, если ты ходишь в офис, и у тебя договор офисного сотрудника, то ты, ну, один день не явился на работу, это прогул. Понятно, что там возьмут объяснительную, что-то еще, но процедура такая. А если ты удаленный сотрудник, то у тебя есть три дня не выходить на связь. И вот работодателю это дается, ну, крайне тяжело. То есть у тебя человека может быть, ну, два дня не быть на связи, а это даже прогулом не считается. Ты просто, ну, начинаешь сходить с ума. Поэтому действительно сложная тема другим. Окей. Тогда, исходя из двух тезисов, которые я успела выцепить, значит, из этого обсуждения, и мне оно очень понравилось, потому что прям такой файт произошел. По поводу мобилизации и по поводу сложности и по поводу управления. Ребята уехали, большое количество, 700 или 800 тысяч, да, по последним данным. Сложно, ну, понятное дело, я даже знаю некоторых, кто сейчас находится за пределами нашей страны и, в общем-то, находятся в поиске работы. Есть у вас понимание, вообще сложно ли, просто ли русскоговорящим ребятам найти работу за границей, с учетом того, что я точно знаю, что многих ребят даже с удаленных должностей с ними расстались, их уволили, ну, как-то, в общем, с ними разошлись, просто потому, что вот они уехали, все, конец истории. Сложно ли за границей сейчас искать работу? Давай, позволю отметить, потому что именно сентября месяца мы этим занимаемся. Мы открыли новое направление, в рамках которого мы содействуем трудоустройству людям за рубежом. Это все СНГ, это Юго-Восточная Азия, это Арабские Эмираты, это Израиль и это Великобритания. И сейчас открыли интересное направление, двуступенчатые локации, когда он сейчас релокируется в какой-то страны СНГ. Через год-два получают необходимые документы и едут в Штаты, в Канаду или вот в Австралию, куда-то туда. Скажу так, есть несколько категорий соискателей, у которых разная история. Если ты работал в банках, там тяжело, потому что выносить токен за территорию своего государства не очень хорошо, VPN может украсть часть твоих данных. Хочешь ты или нет, это чувствительные данные, с ним нельзя работать. Если мы говорим про другие профессии, есть почти нерелацируемые профессии. Политтехнолог. Вот что ты сделаешь в другой стране? Или ты бухгалтер по РСБУ? Ну, куда ты пойдешь с ним в РСБУ? Ну, нигде не нужен. МСФО, знаешь, еще окей. И сертификаты, и ССИ, это тоже окей. Теперь, что касается остальных ребят, которые там. Кто-то продолжает работать на российские компании дистанционно. Многие российские компании открыли свои представительства за рубежом. Так, например, в той же ближайшей Армении за полтора месяца открыли 1300 юридических лиц из РФ. Приехали, открыли, чтобы люди, находясь там, имели возможность работать. Построили каворкинги, построили производственные мощности. Лучше, конечно, реланцироваться в страны, где есть консульство либо посольство России, потому что это история, которая до быности паспорт защитит твои гражданские права, если ты гражданин РФ за рубежом. И у тебя здесь несколько вариантов по поиску работы. Либо ты ищешь работу в России и работаешь дистанционно, либо ты работаешь в российском представительстве в этой стране, либо ты работаешь на зарубежную компанию, находящуюся в этой стране. При этом желательно, чтобы корни были русскоговорящие, либо там вот Этнос был более-менее русскоговорящий, там Казахстан, Грузия, Армения, допустим, Киргизия, как-то решают этот вопрос. Ну и самый последний вариант это сказать, что они такое большое, глобальное, но ты пойми, если ты работал до этого в какой-нибудь компании Трансмашкакаш, опыт которого не очевиден другим компаниям, тебе будет очень сложно перепродать себя на рынке. Другое дело, если ты работал в каком-то российском представительстве Гугла, Яндексе, ВК, или в каком-то понятном холдинге для других компаний, что они хоть чертного слуха услышали. И когда ты хочешь, я же работал в этой компании, окей, у них есть понимание какого-то стандарта, качества, которое у тебя есть. Когда ты приходишь и в какой-то непонятный серый, ну не серый, да, не обязательно серый, но какая-то непонятная оошка, тебе нужно с пеной рта доказывать, что ты достоин, что ты компетентен, что ты точно приживешься к их культурному коду, что ты не этот, типа, затхлый медведь, который там любит, типа, воровать, или что-то там в карманах распихивать, или там обкаты, обналы, что-то такое делать. Это сложно, но нужно уметь преодолевать. И, естественно, язык это то, без чего за рубежом, но, к сожалению, никак. А что касается, кстати, документов, очень просто. Электронная цифровая подпись, которую даже работодатель вместе выпустят. Вот. Ну, ты подпишешь документы, там, доверенность на подписание определенного ряда бумаг, и все будет хорошо. Позже особо не напрягаться. Ну, то есть, либо у тебя есть какие-то специальные знания, которые востребованы в конкретной стране, либо ты сервисник, если я правильно понимаю, потому что я точно знаю, что много девочек а-ля Лена Ноготочки, на котором мы хикали там пару лет назад, они сейчас были успешные ребята за границей. Ноготочки 300 тысяч в месяц. Да, я как раз про это. Это на наших деньгах, а если, соответственно, это какая-то за границ, то там как бы могут ставки... Там еще и жилье дешевле. Да. Либо, соответственно, это история про какой-то бренд, который работает за тебя, да, или, в общем, тебе в плюс. Окей, давайте резюмируем, что успелось, и мне очень хочется, ну, подводя итог, да, какой-то, вот есть понимание, я сейчас лично успокоилась, и надеюсь, что ребята, которые нас воры, тоже немножко успокаиваются, потому что есть понимание, что работы есть, вакансий много, возможностей много, и кризис очередной, который произошел, он формирует еще какое-то количество возможностей, если я правильно понимаю, это конкуренция, она существует, но она очень понятная, то есть ее можно пощупать, ее можно померить, да, перевести в какую-то статистику, что, давайте так, вот, условно, три рекомендации, коротких, для человека, который вот сейчас вот сидит, и думает, так, остался декабрь, следующий год, январь, что делать, сказать, работу, там, не знаю, как-то строить свою карьеру, вот, давайте так, что делать, в следующем году? Давай я скажу, что делать, вот, поскольку у нас большая часть, мол, студентов, да, им нужно смотреть вообще, о фактуру, кто вообще в России сейчас остался, кто ушел, куда пойти работать, то есть, первое, регулярно держать руку на пульсе, читать инфлюенсеры, выходить на ярмарке в Акассе, держать руку на пульсе со своим центром карьеры, вот, это первое, второе, смотреть, вообще, какие, какая трансформация идет, и какие навыки сейчас нужно, вот, получать, здесь и сейчас, будучи на первом, втором курсе, чтобы на четвертом курсе у тебя уже была работа, и третье, это то, чего я до этого не говорил, но это очень важно, и, может, Милен как-то не согласится со мной, но, искать работу, это тоже работа, это работа, которую нужно знать, как правильно делать, знать, как правильно составить резюме, как правильно готовиться к интервью, как правильно, знаешь, как не продавать себя, а доносить свою ценность до работодателя, ты можешь быть классным спецом, но если ты не умеешь на собеседовании, на интервью, донести свою ценность до работодателя, грош цена твоим налогом, поэтому этому нужно учиться, окей, что скажешь? У меня чуть попроще, очень общая, но не бойтесь экспериментировать, не слушайте никого, принимайте решения самостоятельно, то есть важно тренировать насмотренность, но принимать решения самостоятельно. По поводу экспериментов, это по поводу того, что не нравится специальность, ее действительно можно поменять, выбор только за вами, не нравится работа, ее действительно можно поменять, главное, чтобы у вас была возможность аргументировать причины, и перекладывайте все на язык выгод, язык возможностей, любой свой опыт, любые свои знания, любую свою деятельность, и даже какой-то неудачный опыт или эксперимент, перекладывайте всегда в то, какую пользу вам это принесло. Кайф! Мне кажется, получилось очень-очень содержательно. Мне, правда, очень приятно.